Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Наталья Казанцева. Среди всего многочисленного населения Земли не очень много таких людей, кто бы прочитал книгу книг, Библию, от начала до конца, как говорится, от корки до корки. Но больше тех, кто однажды решил начать читать эту священную книгу и прочитал, быть может, книги пророка Моисея, а может даже и больше. Но в какой-то момент споткнулся, встретив непонятное для современного человека о Писании ветхозаветных событий. И все. На этом обычное чтение Библии заканчивается. Тогда как мы должны ежедневно прибегать к чтению Священного Писания. И не только Нового Завета, но и Ветхого. И это особенно важно в дни Великого Поста. Для тех, кто желает узнать и понять Библию, мы предлагаем книгу, которая заняла сегодня свое место на нашей книжной полке. Эта книга под названием «Сокровенный смысл библейских событий» вышла в свет в издательстве Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Ее автор — Сергей Юрьевич Воробьев, преподаватель Никола-Угрешской духовной семинарии по предмету библейская археология. Автор книг, посвященных библейской теме. В новом своем труде он просто и доступно излагает события от сотворения мира до Вознесения Господа, историю Древнего Востока в тех ее аспектах, которые необходимы для глубокого понимания Священного Писания. Ветхозаветная и новозаветная история излагается с учетом толкований святых отцов, главным образом древних, таких как святители Василий Великий, Иоанн Златоуст, Феодорит Кирский и другие. Начиная свой рассказ, автор, соответственно, от сотворения мира. В начале сотворил Бог небо и землю. Первые слова Библии записаны пророком Моисеем по откровению от Творца. В древнееврейском тексте употреблен глагол «бара», означающий творчество, возможное только для Бога. Создание из ничего. Не будем подробно останавливаться на всех шести днях творения. Лишь напомним, что первые пять дней были посвящены сотворению космоса, света, созданию тверди, явлению суши и сотворению растительности, жизни в воде и птиц. И, наконец, в день шестой Господь создал животных на суше и человека. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Как объясняет автор, сотворению человека предшествовал совет Пресвятой Троицы. Здесь вновь употреблен глагол «бара», и это свидетельствует о том, что человек — высшее создание Господа Бога, принципиально отличное от бессловесных тварей. Образ Божий заключается в свободе человека, животными движут инстинкты, в его разуме и бессмертии души, а подобие Божие — в добродетели и святости. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». А в седьмой день Бог почил отдел творения. На вопрос, зачем Господь сотворил человека, автор отвечает так, «Бог не имеет нужды ни в чем и создал мир по преизбытку своей любви, чтобы разделить радость блаженного бытия с отворенными существами, и в особенности с человеком. Господь даровал нам бессмертную душу, разум, творческие способности и предназначил прекрасное будущее — познавать Бога, совершенствоваться в любви и получать все большую радость в исполнении этого своего призвания. Такое совершенствование беспредельно, как беспределен сам Бог. Творец произрастил для человека рай, красивый сад, в середине которого раскинули ветви древа жизни и древа познания добра и зла. Плоды древа жизни Бог даровал людям в охранении от болезни и смерти. А плоды древа познания добра и зла Господь заповедал не вкушать, чтобы не умереть. Наслаждаясь райскими красотами и взирая на древо познания, Адам должен был осознавать смертельную опасность в разрушении союза с источником жизни и бессмертия, и через это постигать сущность добра и зла. Господь благословил первых людей, сказав им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над всеми тварями. Все животные слушались людей, ум которых был ясным, воля доброй, а чувства чистыми. Блаженная жизнь Адама и Евы и всего их потомства длилась бы вечно, если бы не грех. Но из ветхозаветной истории мы знаем, что первые люди пали, поверив падшему ангелу, а не Богу. Как пишет автор, с подчинением людей воли дьявола благодать Божия покинула их. Поэтому человеческие тела стали тленными, страдают от болезней, утратили бессмертие. В людях начали действовать страсти, как негреховные — голод, жажда, утомление, боязнь, так и греховные — гордость, злоба, зависть, чревоугодие. Согрешив, Адам и Ева увидели себя не богами, а несчастными людьми. Чувственность стала главенствовать над их разумом. Люди стали зависимы от страстей, попали в рабство дьяволу, и Господь изрек наказание, необходимое для спасения человечества. Обо всем этом автор рассказывает в первой главе книги «Сотворение мира». Следующая глава посвящена периоду допотопному, и в частности рассказывает о детях Адама и Евы и других их потомках. Как отмечает автор, сыновья сотворенных людей имели разные характеры и наклонности. Каин занялся земледелием, Авель — скотоводством. Добросердечного Авеля Господь благословлял успехом, а злобный Каин терпел неудачи. И, как известно, Каин из зависти к брату убил его. После этого Каин боялся мести и окружил свое селение стеной и рвом. Построил он город, где поселился с женой. Вместо убитого Авеля Господь даровал Адаму и Еве Сифа, от которого произошли благочестивые потомки, заслужившие именоваться в Писании сынами Божиими, в отличие от сынов человеческих — каинитов. К слову сказать, один из потомков Каина, Ламех, первым нарушил порядок брачных отношений, взяв сразу двух жен — Аду и Циллу. Сыновья Ады дали начало ремеслам и искусствам. И Увал изобрел музыкальные инструменты, лиру и флейту. И Авал делал шатры и вел кочевой скотоводческий образ жизни. Брат Наемы, Тувал Каин, научился ковать металлы. Первые изделия из меди и железа появились уже в IV-III тысячелетии до н.э. Почему музыку и научные открытия, позволившие создать ремесла, были даны людям не через потомков Сифа? Почему со временем даже благочестивые потомки Сифа развратились, и только потоп помог избежать окончательной гибели человеческого рода? Почему возведение Вавилонской башни было неугодно Богу? Почему евреи 40 лет скитались по пустыне? Почему Сыну Божию было угодно родиться в бедности? Почему дьявол искушал Господа вкусной едой, богатством и известностью? Почему Мессия был отвергнут теми, кто его особенно ждал на протяжении веков? На эти и многие другие вопросы отвечает автор на страницах этой книги. Труднейший путь прошел ветхозаветный человек от сотворения мира. Созданный беспорочным, он увкусил райской жизни, но отпал от Бога. Забыв о своем предназначении, человечество безнадежно погрязло в греховной жизни и само не было в состоянии изменить это. Благая жизнь, спасение могли прийти только от Бога, который посетит человечество и наполнит жизнь людей высшим смыслом. И Господь пришел к людям, не в громе и молнии земной славы всемирного повелителя, а в веянии тихого ветра, как смиренный врачеватель душ человеческих, родившийся от Девы звездной Вифлеемской ночью. О том, как жили народы от сотворения мира до вознесения Господня, рассказывает эта книга. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете найти в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам интересного и полезного для души чтения. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин